приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас вторник 19 апреля и я начинаю снимать видео о ближайших я думаю 3-4 вышивальных днях только что я закончила снимать предыдущие сейчас пойду его монтировать и вы сейчас можете видеть мои процессы на своих экранах это вот такой вот буклет от dimensions gardeners delight я вышивала вчера бэкстич мне осталось совсем чуть-чуть закончить бэкстич на вот этом домике чуть-чуть закончить бэкстич на вот этом домике в крестиком плане из этого буклета у меня вышивается вот такая вот тачка на данный момент она выглядит вот так и основной мой процесс тот который я вышиваю сейчас это ирисы ирисы от фирмы lucas вот так вот они будут выглядеть в финальном виде у меня так стоит камера на штативе поэтому помещается не целиком вот так вот они будут выглядеть финальном виде и сейчас я вышиваю вот этот вот большой цветок также на этой на этой неделе все время хочется сказать также в ближайшие дни я хочу вернуться к своему процессу от фрузелка это новогодний венок откладывать его до следующей зимы желания нет на данный момент он вышит чуть больше чем на 80 процентов потому что я начала делать бэкстич начала делать бэкстич началась война в общем где-то он у меня лежал припылился сейчас как-то буду может какой-то щеточкой его немножечко так почистить припылился у меня вырвалась вот нитка бэкстича надо ее сейчас как-то заправить на эту сторону протащить в общем хочу я в этом венке хотя бы по ну было бы желательно хотя бы по две нитки бэкстича зашивать в него каждый день и тогда бы вот так вот по чуть-чуть по потихоньку помаленьку у меня бы он заканчивался потому что бэкстича там еще какое-то сказочное количество тут вот эти вот веточки 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 но надо его заканчивать так что появляется в моих ближайших планах еще вот такой вот процесс посмотрим что я за ближайшие три дня на вышиваю я собираюсь завтра пойти забрать с почты новинки от фрузилка и возможно даже что-то из них тоже начать хочу завтра пойти в магазин акварель посмотреть что там он открылся вчера в торговом центре гулливер в общем давайте проведем с вами эти три я думаю три дня посмотрим что у меня за эти три дня навышивается добрый вечер такой себе вечер половина второго я уже ложусь спать я уже сижу в пижаме с этими скалами но я не готова выпускать такой контент в эфир поверьте мне на слово но решила все-таки записать для вас кусочек что я сегодня навышивала продвинулся мой ирис на 800 крестиков как-то удачно у нас сегодня с ним все сложилось и также вечером я повышевала нет не бэкстич на венке я повышевала свою садовую тачку и она выглядит вот так не до вышивала в ней все крестики и теперь можно будет вышивать бэкстич в общем из этого буклета мне осталось только еще один магнитик еще один маленький сюжет и еще один сюжет на ткани так вот я у меня вышло предыдущее видео сегодня и многие писали там по поводу вышивки берегини что вот я не вышиваю берегиню как-то я действительно утомилась от одного и того же процесса постоянно действительно мне сейчас хочется чего-то более такого весеннего цветочного но я думаю что и к берегине я тоже буду возвращаться там остался только фон надо как-то и его тоже продвигать как-то судя по всему не выйдет у нас сегодня с вами длинного ночного включения такого стандартного для этого времени суток как-то странная абсолютно вещь у нас сегодня по моему была только одна тревога то ли под утро то ли среди ночи и мало того что я она была одна я их слышала штук 7 я вам серьезно говорю у меня вот эти вот фантомные тревоги это вот это мое все на самом деле их не было мне просто как это сказать прислышалась послышалась вот прислышалась так еще и кто бы мог подумать два месяца назад о том что отсутствие воздушной тревоги будет напрягать чуть ли не то так же как ее присутствие вот вот серьезно такое ощущение что что-то не так знаете какое то вот такое неприятное как какое-то затишье перед бурей не дай бог то есть когда они с какой-то регулярностью ты уже как-то ну одна еще одна когда их нет это прям как-то даже странно в общем я понимаю конечно что нужно эти дурные мысли из головы гнать но вот как-то какое-то внутреннее ощущение такое тревожное хотя тревог и нет в общем на завтра у меня планы во первых мне нужно сходить на почту забрать новинки от фризелка во вторых мне нужно сходить в супермаркет я уже выключила компьютер у меня там был открыт рецепт и мне надо было согласно этому рецепту посмотреть какие мне завтра продукты надо докупить вот так вот я забыла вспомнила только что мне надо завтра где-то найти желатин надо найти сахарную пудру и желатин и сахарная пудра это на глазурь я в том году такую делала и мне очень понравилось она у меня застыла все с ней нормально она высохла и на не липла и причем когда нарезаешь она не крошилась то есть и прям идеальная была глазурь сам себе не похвалишь надеюсь в этот раз у меня тоже получится вот надо желатин сахарную пудру и в общем надо посмотреть что еще муки у нас уго сколько мы запаслись когда только началась война и не было понятно вообще что будет в магазинах чего не будет в магазинах мы накупили дрожжей накупили муки думали что придется самим печь хлеб но слава богу жизнь не заставила но с мукой проблем теперь нет в общем надо посмотреть будет по продуктам так что мне завтра на почту мне завтра в продуктовый может быть еще каких-то докуплю украшений как раз на ту самую глазурь если будет если будут не будет но буду обходиться тем что есть главное чтобы испечь то что потом надо будет украшать я знаете ли такой раз в год пекарь и я абсолютно не уверена в своих способностях что у меня получится но все-таки надеюсь и также завтра хочу сходить в магазин акварель открылся он гулливере несколько дней назад хочу сходить посмотреть мне там если надо то то какие-то мелочи но просто сходить посмотреть хорошее место не зарядиться каким-то позитивом мирное время я туда очень любила ходить так что план на завтра такой не знаю что этом завтра на вышиваю тем более не знаю что я на вышиваю после завтра потому что после завтра уже четверг обычно пекут пасхи именно в четверг еще в этот же четверг обычно по моему моют окна до чистый четверг но я не знаю как у меня если честно с окнами сложится во первых они заклеены скотчем с одной стороны и а со стороны улицы конечно можно было бы помыть но как-то честно как-то страшновато не знаю вот последнее что мне сейчас хочется это вылезать в окно и как бы из него свисать из открытого окна кроме того у меня очень большие окна и помыть их это там вообще отдельный квест в том году я сдалась и у нас такой сервис есть кабанчик называется в общем я на этом кабанчике нашла женщину которая мне пришла и мне и родителям помыла окна быстро качественно в общем умела я не рисковала жизни потому что у меня две огромных половины окна и одна из которых не открывается то есть ее помыть это реально нужно как-то вывешиваться из окна это из-за разряда что там моя жена была настолько оптимистка что каждый раз когда она мыла окна там на девятом этаже она клала ключи от квартиры в карман это что-то вот из такой оперы но я как-то в этом году знаете мне хватило уже риска для жизни еще его добавлять как-то пока не хочется в общем буду наверное с немытыми окнами покажите вот вообще не не привлекает меня как-то это перспектива что поделать какой год такие окна но печь да печь планирую так что не знаю что у меня там будет с вышивкой в ближайшие два дня ну посмотрим хотела бы все таки начать еще и новый процесс и к берегине и к ирисам и к венку не знаю как мне на все разорваться ну в общем будем думать мне кажется что сейчас ну и вообще-то оно будет по жизни так хорошо делать не только сейчас нужно вышивать то к чему тянутся руки то к чему лежит душа в данный конкретный момент так все заканчиваем с ночными разглагольствованиями и встретимся с вами завтра и 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 Добрый день! У нас уже 20 апреля, среда. Я вернулась домой. Как вы могли видеть, я дошла до акварели. Посмотрела, походила. Чуть меньше у меня было времени, чем мне, наверное, бы хотелось. Но все равно удовольствие успела получить. Потом сходила в супермаркет, докупила еще необходимого для завтрашнего выпекания. Купила сахарные пудры, желатина, еще украшений. Я вообще, судя по всему, не имею чувства меры. Из акварели я вышла с двумя корректорами. Один мне, один отдам. Очень люблю такие штуки. Еще вот этот тоже отдам. Так, скотч двухсторонний. У меня все-таки есть еще большое количество этих распечатанных превьюшек, которые нужно будет клеить на двусторонний скотч. И, как вы могли видеть, мне кажется, в том видео, я купила еще пачку бумаги. Это тоже бумага вот эта вот с клейким шаром, но она вот одна большая клейкая штука. Один большой клейкий лист А4. Там их было две фирмы и были всякие разные. Вот эти вот на 21, которые я покупала. И вот такие вот цельные. Если мне надо будет распечатать там одну, две, три превьюшки, буду пользоваться теми наклейками. А если нужно будет прямо много печатать за раз, то вот буду как-то составлять на один лист, делать такой макетик, размещать их всех на одном листе, а потом печатать. Так что вот такая вот у меня еще огромная тяжелезная пачка бумаги поносила по всему городу. Но ничего. И забрала я посылку из фрузелка. Я так притормаживаю в разговоре, потому что я пытаюсь несколько тщетно залезть на сайт Укрпочты. Я думаю, большинство из вас поняли, что мне там надо. В интернет-магазин Укрпочты, скажем так. У нас сейчас вышла лимитированная коллекция марок, которые уже на ebay продают. Тут у нас одна марка стоит 23 гривны, а на ebay, я вчера видела, продают марку одну, одну за тысячу долларов. И вот их осталось, по-моему, последние сто тысяч. На главпочтамте стоит огромная очередь просто, как будто бы их там не продают, знаете, бесплатно раздают. Там очередь зверская на несколько соседних улиц. Я поняла, что я не буду в ней стоять, и даже не настолько потому, что мне времени жалко, а чисто из каких-то мер безопасности, не знаю, мне как-то некомфортно даже смотреть на это. Ну вот пытаюсь залезть на сайт, но, похоже, не я одна. Мне тут уже и подруга просила ей купить, но с сегодняшнего дня их уже не продают ни в каких отделениях Укрпочты, кроме главпочтамта, почему у людей стоят. А с завтрашнего дня только в интернет-магазине последние сто тысяч, и всё. Ну, короче, я не верю, если честно, в успех этой затеи, ну, слишком, судя по всему, огромный ажиотаж. Мне кажется, сайт Укрпочты, в принципе, не рассчитан на то, чтобы к нему население проявляло такой градус внимания. Поэтому он просто лежит. Вот лежит, и всё, и не подаёт вообще практически никаких признаков жизни. Была я ещё на почте, на новой почте. Забрала посылку от Фрузилка. Такие тут штуки красивые. Снежинка. И новиночки. Новиночки, новиночки. Снеговик. Такие две игрушки. Я такие уже вышивала. Знаю, как крепить вот эти вот штуки. Есть схема для саги. В общем, тут практически ничего не видно. Магнолия. Я бы её сейчас уже вышила с удовольствием и пошла бы где-то сфотографировала. Но у нас, по крайней мере, новый ботанический сад закрыт. Последнее, что я о нём слышала. Поэтому, ну, вышить можно. Вот такой вот весна. Такой домик. С птичкой. И мельница. Мельница. В мой городок. У нас была очень смешная ситуация. Надеюсь, меня сейчас Таня не убьёт за то, что я это расскажу. В общем, был ещё один набор, который по определённым причинам пока мир увидеть не может. Ну, в общем, там были курочки. И мы обсуждали новинки. Это ещё давно-давно было. Ещё, наверное, в каком-то январе. И я говорю, нет, мне вот этот вот нравится, вот этот с курочками. Вот этот с мельницей и курочками. И мне Таня говорит, какими курочками? На нём нет курочек. Я говорю, в смысле на нём нет курочек? Ну, вот в нижнем правом углу курицы. В общем, вы видите куриц в нижнем правом углу? Я вижу. Я уже у кого спрашивала, все видят здесь куриц. Но на самом деле это не курицы. Это мешки. Ну, по крайней мере, так задумывалась. Но я чётко вижу здесь куриц. Вот прям я вижу, что вот это вот её голова, вот это вот её тело, вот это её хвост. Но нет, это не курицы. Но я считаю, что это курица. У меня это будут курицы. В общем, будет у меня такая красивая большая мельница в мой городок. Так что вот они, новиночки. Надо подумать, за что первым взяться. Наверное, всё-таки за Магноли. Так, сейчас, наверное, пока что повышиваю ирис. Если честно, я прям не знаю, куда бежать, куда бросаться. За что хвататься? Как вчера ночью не знала, за что хвататься, так и сейчас. В общем, не знаю. Наверное, уже не буду распыляться и буду действительно вышивать ирис. Потому что завтра у меня много времени на вышивку точно не будет. Завтра у меня всё будет в выпекании. Ладно, давайте с вами увидимся в следующем кадре и покажу, что я тут за сегодня навышивала. Ну, недолго музыка играла. Ну, это первая тревога за сегодня. Я уже думала, сегодня будет рекорд. Без тревоги вообще. Но без тревоги вообще не обошлось. А мы были так близки. Добрый вечер. Да, реально вечер. Половина двенадцать первого. Но, в общем-то, не принципиально. Для меня это прям ранний-ранний вечер. Но я готова сложить лапки. И признать, что сегодняшний вышивальный день был для меня не очень удачным. Плюс 413 крестиков в мой вышивальный зачёт. И осознание, и принятие того, что сегодня как-то не шло. Вот не шло абсолютно. Как-то какое-то такое у меня странное состояние. Какое-то такое очень взбудоражное. Я ни на чём не могу сосредоточиться. Я ни за что не могу засесть. Ну, такое тоже возможно. Такое тоже нужно себе позволять. Поэтому я только что посмотрела, что бобинка, которая мне сегодня пришла от фрузилка, она подходит сюда по цвету. У нас всё просто как-то у меня идеально так складывается. Что я вам хочу сказать? Несмотря на то, что всего 400 крестиков, но это уже 25% работы. Вот так вот, нежданно-негаданно, я вышила уже четверть дизайна. Да, вот так вот у меня это всё выглядит. Так, отъедем лампу. Давай, не надо, спасибо, пожалуйста. Вот, гораздо лучше. Вот так вот это у меня всё выглядит. А, может быть, если я сделаю ярче, то оно вообще, да, хорошо будет вам видно. Вот, 413 крестиков, вот они 25%. И пойду я, наверное, уже спать, потому что у меня день великого выпекания завтра. Но кроме дня великого выпекания, если у меня останутся силы, я бы хотела завтра начать новый процесс. Я вот без царя в голове, честно. Как будто бы мне мало начатых, но вот мне надо что-то ещё. Я говорила, по-моему, что это будет сэмплер, но я не говорила, что за сэмплер, что за работа. В общем, так, это наша схема. Кстати, мне сейчас надо будет какой-то... Тут уже повышевала. Ну, вот, кстати, можно посмотреть. Что у меня тут уже навышевалось. Соответственно, всё, что фиолетовое... Потому что так, о, заблокируем. Всё, что фиолетовое, это вышито. Неплохо, неплохо, хочу я вам сказать. Но... Что у меня здесь в моих запасах? Вот такая вот у меня картина. И вот они, два. Потому что было две версии. Это сэмплер. Сэмплер от Тони. Мы знакомы с ней уже очень-очень много лет, но ни разу не виделись. Я думаю, что это надо исправлять. Посмотрите, какая красота. Вот. Вот такую вот красоту я хочу вышивать. Это не просто орнаменты. Здесь зашифрованы некоторые слова, послания. Зашифрованы. Ну, тут понятно. Это у нас Пэрэмога, это Вильна, а это, по-моему, еды на, по-моему. Надо проверить. А ну-ка. Да, все правильно. А то я уже думала, сейчас буду вас вводить в заблуждение. Мне очень нравится это все. Но здесь почему-то в саге у меня не получается. Оно вот это максимально белое. Это вот цвет, который изображает белый. Но все равно он как-то серит. Я думаю, что, скорее всего, я буду прям на белом-белом вышивать на льне. Это должно быть очень красиво. Но я хочу тут вносить свои изменения. Это вот у нас подсолнухи. Они в первой версии сэмплера, они были немножко другие. И вот можно видеть, вот тут вот они. И вот тут, видите, они такие были больше, как ромашечки. И клубника была чуть менее красная, чем сейчас. В общем, что я хочу тут наворотить. Я хочу попробовать использовать нитки с переходами. Особенно на вот этой вот штуке. Тут получается... Так, я заблокировала этот маркер. Ага, тут получается даже два цвета. Вот, оранжевый, желтый. Короче, хочется мне как-то покрутить и как-то поиграться с нитками с переходами. Надеюсь, что у меня что-то получится. Наверное, прям не по всему сэмплеру, но по какой-то его части. Кому понравилась эта схема, кто хочет ее получить, она бесплатная. Я оставлю ссылку на Тоню внизу. Можете ей написать, она вам сбросит. Вот, мне кажется, что будет очень-очень красивая работа. Должно быть очень красиво. Что вы думаете про эту затею? Про нити с переходами? Все время хочется их назвать нитями ручного окрашивания, но нет. Так. Снова вот это вот упражнение. Открой нитки одной рукой. Вот. Что у меня тут есть. И желтые, и оранжевые, и какие-то переходы из желтого в оранжевый. В общем, мне кажется, что что-то можно интересное придумать. Такая вот затея. Не знаю, если честно, что из этого получится, но очень интересно попробовать. И здесь середина, по-моему... Где тут середина? Как раз до клубнички надо будет, наверное, считать. В общем, идея такая. Я еще ничего не собирала, никакие нитки. Тут у нас получается сколько цветов? Тут у нас 22. И он будет такой немаленький. Вот. Если кэшел, то... 30... Угу. Ага. Очень познавательно. Угу. Ага. Значит, 34 на 38. Я вот просто думаю на снап или на раму. На снап или на раму. В общем, надо думать. Надо думать, но... Я хочу повышевать вот такую вот красоту. Да, конечно. Почему нет? Давай. У тебя же всего 170 процессов. Не, на самом деле у меня... Ну, все в мире относительно. Я не знаю. Для меня это, наверное, уже много. Все, что у меня сейчас есть. У меня наложились незаконченные процессы, которые должны были закончиться в феврале. На начатые уже весной. И как-то одни не заканчиваются, а вторые начинаются. Ну, вот что-то такое происходит в моей вышивальной жизни. Ну, очевидно, я просто решила сейчас делать, что хочется. А разгребать я это буду потом. Когда-нибудь. Какие-то такие у меня мысли. В общем, увидимся с вами завтра. Завтра мы с вами печем. Добрый вечер. Половина восьмого. Сегодня у нас 21 апреля. Четверг. Я стараюсь изо всех сил сделать этот кадр как можно более крупным. Для того, чтобы вы, не дай бог, не увидели обертку из-под конфеты. На заднем плане, конечно, убрать ее было гораздо проще. Замести следы преступления. Но вот как-то так. Но да, я себе позволила даже конфету. Не то, что я себя очень сильно ограничиваю. Не то, что я себя вообще ограничиваю. Я просто небольшой любитель сладкого, но иногда пробирает. В общем, я в половине восьмого вечера впервые за день села. Ну, кроме обеда. Все. Впервые, весь день я занималась выпечкой. Я занималась своими пасочками. Они отправились сейчас в духовку. Но, скажу вам, со всей ответственностью. Так, подруга. Сейчас она будет еще одним человеком, которому я буду жаловаться. На то же самое, на что я пожалуюсь вам сейчас. Вот, я помню, я смотрела какой-то фильм. И там была такая фраза. Можете положить мои слова в банк. Вот просто можете положить мои слова в банк, чтобы я еще когда-нибудь что-то пекла с сухими дрожжами. Или дрожжами. Ну, вот, не с сухими дрожжами, не с сухими дрожжами. Я никогда больше ничего не буду печь. Ну, конечно, если жизнь не прям заставит. Я решила использовать те дрожжи, которые мы накупили в этот вагоне. Когда думали, что все пропало и скоро не будет продуктов. Но как-то мне вообще не зашло. И я потом уже вспомнила, когда уже начала готовить, я вспомнила, что в том году я делала с живыми вот эти, которые в брикетиках. Как это правильно называется? Опрессованное или что-то такое? В общем, у меня и опара как-то подходила весьма лениво. И тесто подходило очень лениво. Как-то, но все, не слава богу. Я понимаю, что проблема именно в дрожжах. Поэтому я все, нет, я больше сухими дрожжами ничего печь не хочу. Ну, в общем, сейчас я их поставила как-то кое-как худо-бедно. Я надеюсь, что они у меня сейчас подойдут в духовке. Ну, короче, что-то испечем. Но надо делать работу над ошибками. Ну, как бы всякое может быть, когда печешь раз в год. Чаще всего. Из дрожжевого теста так точно. К выпечке я практически... Ну, счастливый человек. К выпечке я практически настолько же равнодушна, как к конфетам, тортикам. Абсолютно равнодушна. Я спокойно прохожу в отделе выпечки в супермаркете просто насквозь. Не останавливаясь без каких-либо зрений совести. Так. Уселась я в пол восьмого первый раз. Открыла я две коробочки с нитками. Тут у меня бардак. Тут у меня иголки. Нитка, которую я сейчас вышиваю. Схема. Нитка, которой был обозначен центр. Центр вот этой его ткани. Я поленилась, если честно, брать держатели для рамы. Поэтому я ставила держатель для куснапов и облокотила это все об стол. Конструкция такая себе. Не знаю, сколько я так продержусь, но лень родилась раньше меня. У меня тут вот такой вот красивый магнитик. Это я когда-то еще покупала в Монпассие кабошон и делала сама. И вот такой вот красивый магнитик. Такая вот красота маковая. И да, я начала вышивать клубничку. Мои первые крестики за сегодня. У нас была одна тревога за день. А так вроде тьфу-тьфу-тьфу. Я вчера была в супермаркете и слышала в очереди, как люди говорят между собой, совещаются, сколько взять мяса и что-то ля-ля-ля пожарим. Я понимаю, что люди собираются, скорее всего, на Пасху делать шашлык. Люди собираются делать шашлыки. Это просто что-то. У нас, я слышала, где-то в Киевской области засевают поля, идут сначала саперы впереди, сзади едет какая-то сельскохозяйственная техника. То есть люди настолько не готовы откладывать свою жизнь на потом. Вот сирена, несколько раз в день опасность ракетных ударов. Сколько мы возьмем ошейка на шашлык? И, знаете, я очень недалека от вот такого же отношения. Я не говорю там несерьезно относиться к тревогам. Понятно, это все серьезно, это все опасно, но... Ну и сидеть в углу бояться. Нет сил уже приблизительно полтора месяца. Поэтому я очень людей понимаю. Хотя даже я пока, наверное, не готова ехать на дачу с ночевкой. Вот не готова. Там крайне неспокойный район. Так что на Пасху, в эти выходные, точно пропускаем подобную возможность. А на майские посмотрим. Давайте туда доживем. В общем, хотела я поделиться своими ощущениями. Села я вышивать. Начала свою клубничку. Не все детали я буду вышивать нитками с переходами. Мне вообще интересно сейчас, когда до чего-то дойдет, посмотреть, какая длина этих переходов. Потому что, мне кажется, нитками с переходами имеет смысл вышивать что-то, что... Длинный какой-то узор, который идет. Потому что, если это что-то маленькое, мне кажется, там очень большой участок в этой нитке одним цветом. То есть, если мне нужно вышить какую-то маленькую штучку, а там вот такого размера цвет, который перетекает, да, там какой-то желтый, какой-то оранжеватый, коричневый и так далее, по большому куску, то, вы же понимаете, оно будет не сильно симпатично. Ну, в общем, погружаюсь я в творчество. Надо бы еще погрузиться в монтаж. Но я, если честно, не могу отойти от духовки. Это знаете, как призываем всех выйти из зоны комфорок. Так вот, я никак не могу выйти из зоны комфорок. Потому что я очень переживаю за свои пасочки, что они не поднимутся. Знаете, раз в год печешь, так хочется хоть нормально испечь. Надеюсь, что хоть что-то у меня получится. Но на всякий случай я купила одну. В супермаркете. Ну, подстраховочку. Но все-таки надеюсь, что получится. В любом случае, я стараюсь быть с вами предельно честной. Поэтому, если не получится, так вам и скажу. Ладно. Пойду проверю. Пойду войду в зону комфорок. А потом вернусь сюда. И продолжу вышивать свою клубничку. Ну что, я думала, что хуже быть не может, чем вчерашний вышивальный день. Но может. Вот она моя клубничка и 204 крестика мой сегодняшний вышивальный зачет. Но сегодня повезло очень неожиданному процессу. Сегодня повезло моему венку. Немножко бэкстича на венке появилось. И я считаю, это победа. Я сдвинула его с мертвой точки. И теперь понемножку-понемножку буду продвигать. Такие, кстати, ниточки 3. Если не 4, я сюда и вшила. За сегодняшний день такая странная композиция из зимнего венка и весенне-летней пока что не доделанной клубнички. Что там, я не помню, я вам рассказывала или нет. Испекла я. Получилось у меня 4 пасочки, но как-то все сегодня, не слава богу. И мне сказала подруга, говорит, удивительно, что ты вообще что-то испекла. потому что, мол, тесто очень сильно зависит от внутреннего состояния человека. Я не уверена, что я очень сильно в это верю. Мне все-таки кажется, что это больше совпадение как-то, но я начала там сбрасывать фотографии подругам, и они мне все наперебой начали говорить, а мы не печем в этом году. А мы купили. И как-то кто-то мне написал, мне там зрительница написала в инстаграм, говорит, я первый раз делала тесто, оно не получилось, я второй раз делала тесто, оно, ну, что-то испеклось, ну, непонятно что. Вот просто реально у тех, кто печет, валится из рук все. Как-то оно все не выходит. Я была очень удивлена, когда я выставила в инстаграм, мне начали люди писать, да, а у меня не подошло, а у меня то-то не случилось, не получилось. Думаю, ну, да, я не одинока в этом деле. В общем, покажу вам завтра, сделаю завтра глазурь, и нормально. Нормально будет, но да, сухими дрожжами это не мой вариант. Я поняла, что как-то у меня с ними не получается. Ну, в общем, вот эта вот клубничка с хвостиком, это, между прочим, уже почти 2% моего будущего сэмблера. И, кстати, я только что поняла, что я не распечатала превьюшку. Но ничего страшного, может, я завтра распечатаю заодно эту и к наборам фрузелка новым. И грешным делом распечатаю к еще нескольким наборам, которые, дай бог, скоро мир увидят. Хотя там, по-моему, еще нет превьюшек, но ладно, надо пойти рисоваться мои будущие процессики. Но об этом как в сериале. В следующих сериях дай бог все получится. А пока, в общем, ситуация у меня вот такая. И завтра я надеюсь продолжать сэмплер. И к монтажу я так и не приступала. Я сегодня вся была по локоть в тесте. Мне было вообще не до чего. посмотрим, что будет завтра. Кстати, кому интересно обновление истории с марками, я всю шу-классу. Ни того этого не получается. Судя по всему, их всех уже раскупили. Я сегодня, кстати, видела, что их уже оформляют в рамочку в центральной багетной мастерской. Со вчерашнего, по-моему, дня открылась центральная багетная мастерская в Киеве. Так что, кто хочет оформить свои работы, можно уже туда сходить. Желательно по предварительной записи, как я видела, но они работают. Вот. Я пока, если честно, не решусь. Я как-то как вам сказать. В общем, не решусь я пока. Но если кто-то хочет оформить работы, уже можно идти. А на сегодня все. Уже почти 2 часа ночи. Вот. Я вам вещаю в час 51. Я уже за сегодня подустала. Было у нас сегодня штуки 3 или 4 тревоги. В общем, у меня еще были личные тревоги за тесто. Так что пошла я спать. Доброе утро. У нас пятница 22 апреля. Я только нажала на кнопочку и сработала воздушная тревога. Вам, наверное, не будет слышно, но мне через закрытое окно очень хорошо слышно. И этот на телефоне пришло уведомление. Ну, что поделать. В общем, вот что я вчера напекла. Получилось у меня 4 штучки. Вот этот выглядит точно как моя нервная система. Реально вот его разорвало. Ну, что поделать, что поделать. В том году были более красивенькие. Тут у меня уже загустевает желатин. Я отмеряла воду. Сахарная пудра и куча, куча, куча всяких украшений. У меня тут еще вот такие вот по цветам разобранные. этот вой сбивает. Вот такая вот смесь. Такие штуки. Такие цветочки. Надо, я думаю, сейчас будет составить какие-то композиции, потому что глазурь загустевает очень быстро. Ну, в случае чего ее можно немножко на водяной бане развести. Вот такие вот, друзья. Их сейчас тоже распакую. Тут прям веточка вербы. смотрите, какая красивая. Прям с такой вот присыпкой. Ну, в общем, сейчас открою. И присыпочки, присыпочки, присыпочки. Целая куча разных этих а нет, не одинаковые. Не одинаковые. Вот такие я вам показывала. Такие. Вот это классные. вообще блестящие. В общем, сейчас буду составлять какие-то композиции и украшать мои потрескавшиеся, точно, как моя нервная система, пасочки. А ты не вопи. Итак, в ходе воплощения моей дизайнерской мысли у нас появилась вот такая вот пасочка. вот такая. Надо несколько часов подождать, пока глазурь затвердеет, но она классная, она не не крошится. Она затвердевает, и потом она не крошится. Она такая, как маршмеллоу получается. В общем, вот такая. Вот смотрите, какие красивые тут у нас котики. это вот эта вот присыпка, которая в баночке была. Потом вот такие вот два цыпленка и тоже присыпочка, такая, как конфетти. И вот такая вот парочка. Вот. Вот так вот у меня вышло. Запах, конечно, обалдеть. Я еще купила какую-то сахарную пудру. где она? Вот. С вкусом ванили не заметила, но оно оригинально получилось. Ну, конечно, запах обалденный. Ну, в общем, вот что-то получилось. Такие вот. Вот это мне почему-то особенно нравится. Ну, все симпатичные. Дай бог еще будут вкусные. Добрый вечер. У меня половина первого. Забыла посмотреть, который час. А я не могу, потому что я держу пяльцы. У меня здесь, знаете ли, трехэтажная конструкция того, что я вам сейчас буду показывать. Странные звуки, куда без них. В общем, мой ирис. Давайте покажу, как он выглядел три дня назад. И вот так вот он у меня продвинулся. Как я говорила, четверть работы уже готова. и будем его дальше продвигать. Но сегодня я хорошо повышевала свой сэмплер, который вчера начала. Вот так вот вчера начала, а сегодня у меня уже вот такой вот участок вышит. Сейчас буду вам про него рассказывать. Если честно, думала я отложить съемку этого кусочка на утро, но и так получилось у нас уже четыре полноценных дня. А если я бы еще откладывала, это уже прям вышивальная неделя получается практически пятидневная. В общем, как вы видите, клубничка, вот она, но какое-то прям не белое такое в ночи, хотя вы же видели, абсолютно белая ткань. Значит, клубничка, она меня немножко смущает, мне кажется, что надо будет что-то с ней сделать, чтобы она была не такая одноцветная. Может, какие-то французские узелки вот этим серым. Ну, в общем, подумаем. Так, что у меня здесь дальше? Вот в этом вот элементе, вот в этом, который с цветочками, я использовала нитку с переходами, должна была быть вот такая 966, а я взяла меланж 125. и в принципе получилось неплохо, то есть здесь видно вот верхние крестики более темные и книзу уже, видите, совсем-совсем светлые. Здесь получилось неплохо, вот этот элемент, ромбик, этот вышит этой же ниткой, вот он меня немножко смущает, не знаю, какой-то, мне кажется, он сильно яркий по сравнению с родной вот этой вот ниткой, которой он должен был бы быть вышит. Ну, в общем, подумаем. Далее, вот эта вот веточка, вокруг которой эти цветочки и вот этот вот элемент, он должен был в оригинале вышиваться 535, вот такой вот серый. Я серый не захотела, я взяла темно-зеленую 935, он есть в этой схеме, будет где-то в других элементах используется, мне показалось, что замена очень удачная у меня вышла. Короче, я творю и вытворяю в этой работе, и я прям реально получаю от этого удовольствие, у меня, я вот реально чувствую творчество, что я не просто исполняю, а я вот прям творю скромности, не мой конек сегодня. Вот этот элемент. Значит, здесь есть коралловый, куда я делала коралловый. Вот этот вот коралловый цвет, это 3705, и я его не смогла заменить никаким меланжем, там, либо совсем в какой-то барбишно-розовый, либо уже в оранжевый. В общем, не смогла я его заменить, он у меня остался, что вот в этих вот цветочках, что в этом элементе, а вот этот вот зеленый, как вы видите, все вот эти четыре элементика, это одна и та же нитка, нитка с переходом, должна была быть вот такая 38-19, а заменилась на меланж 94-й. Вот. Такая вот история, там их несколько зеленых в меланже, но тут еще был вот такой вот вариант, вот. Но мне показалось, что это сильно какой-то уже в изумруд, ну, не такое, более яркое, мне хотелось чего-то такого более пожухлого, какого-то приглушенного, и мне кажется, что вот эта нитка хорошо подошла, и мне прям нравится. Эти вот переходы, мне кажется, здорово вышло. И вот это вот, как это даже назвать, какая-то цепочка из квадратиков, она должна была быть, опять же, одноцветная, она должна была быть цветом 840, которого, как вы видите, у меня очень много. Но я взяла коричневую, по-моему, это тоже единственный, да, такой единственный коричневый, есть еще такой вот вариант, сейчас я там все попутаю, но это немножко не из той оперы, чтобы не сказать сильно не из той, и я заменила на вот этот вот, да, из каждого из них торчит иголка, в общем, вот этот 840 я заменила на 105, и опять же, мне кажется, что симпатично, тут будут подсолнухи, которые тоже попробую нитками с переходами, там их несколько штук, вот, вот этих переходов желто-оранжевых, буду смотреть, буду крутить, но очень интересно, действительно, очень интересно, когда ты каждый элемент, к нему подходишь, и начинаешь думать, так, а какой ниткой вот этого сделать, а как, а где еще, в каких элементах будет этот же цвет, очень интересно, я прям получаю огромное удовольствие, так что вот такой вот у меня старт, и не просто старт, а это уже, между прочим, 11,5%, у меня вышито, не буду пока останавливаться, очень интересно, хочу вышить подсолнухи, вот тут вот красивенькие, красивее будет, вот такие вот у меня были 4 вышивальных дня, как-то неожиданно растянула я это видео на целых 4 дня, посмотрим, что будет вышиваться в следующие 3-4 дня, я, кстати, сегодня воспользовалась теми листами, которые я купила, вот этой бумагой самоклеющейся, и распечатала себе целый лист разных превьюшек, действительно, прям на листа 4 у меня все это поместилось, где-то, где я делаю эту всю пачку, в общем, вот так вот выглядит моя страничка, надо будет расписать, ну, вот, а, кстати, да, вот она превьюшка, вот тут будут мои подсолнухи, да, красота, я вот думаю, может еще надпись тоже сделать какой-то ниткой с переходом, ну, в общем, когда туда дойду, тогда посмотрим, а куда же я реально делаю превьюшки, у меня тут такое делается, честно вам сказать, ага, вот они, но, к сожалению, все я вам показать не смогу, тут инсайдерская абсолютно информация, но вот я распечатала фетровые свои, так вот, с другой стороны, поддеваешь, отклеиваешь, приклеиваешь, и вообще шикарно, вообще, никакого двустороннего скотча, вот этого всего, так что это мои фетровые, так, три инсайдерских проекта, которые, я надеюсь, вы тоже скоро сможете увидеть, и вот, магнолия, этот, млын, мельница, весна, по-моему, да, и снеговик, я, я повыучу, все, я могу идти на выставку, на стенд крузелка, очень надеюсь, что это у нас будет, на вот этой вот позитивной ноте, я думаю, что буду я это видео заканчивать, сегодня пойду спать пораньше, может быть, завтра пораньше стану, много чего у меня повышевалось в эти дни, как-то так, и к венку я неожиданно вернулась, и ирис, и новый процесс, мне кажется, что в итоге будет очень-очень красивая работа, на этом все, спасибо всем огромное за внимание, удачи вам и творческих успехов, пока!